МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Живая хирургия. Новое оружие в борьбе против рака. Лазер служит науке. Самарские ученые разработали уникальный микроскоп, способный рассмотреть атом. Шпионские войны или самарский след Рудольфа Абеля. Подготовку города к Чемпионату мира по футболу обсудили во время рабочей встречи губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. В областном центре создается комфортная среда. Это касается строительства новых социальных объектов, развития транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий. Еще одной темой рабочей встречи губернатора и главы города стало избиение сотрудника предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Виктора Яковенко. Напомним, инцидент произошел 5 ноября. Основной версией следствия считает нападение в связи с профессиональной деятельностью. Губернатор уверен, расследование преступления должно быть взято на особый контроль, а виновные найдены и наказаны. Николай Меркушкин еще в конце 2014 года подверг жесткой критике многочисленные факты коррупции в сфере ритуальных услуг Самары и поставил задачу навести порядок. Виктор Яковенко был назначен на должность заместителя руководителя предприятия в августе этого года. Сейчас он находится в реанимации больницы имени Семашко, где его навестил глава города Олег Фурсов. Это человек моей команды. Еще раз подчеркну, я его приглашал на работу. Достаточно эффективно работал в этой должности. Но вот происшедшее, просто можно назвать чудовищным таким преступлением, я уверен, что оно будет обязательно расследовано и люди понесут наказание за службу. Онкология – не приговор. Самарские медики разработали уникальный метод лечения рака кишечника. Он позволяет победить как само заболевание, так и метастазы. Живая операция сегодня в Центре внимания ученых России. Перенять опыт в Самарский онкоцентр приехали доктора из Москвы и Нижнего Новгорода. Каков результат, расскажет Мариана Мирная. Инни Бурцевой хирурги Самарского онкологического диспансера подарили вторую жизнь. Буквально вчера, в день рождения женщины, доктора сделали операцию и полностью удалили опухоль. Рак прямой кишки стоит на втором месте по распространенности среди мужчин и женщин. Практически всегда дает метастазы в печени. Самарские онкологи успешно помогают больным и спасают десятки жизней. Первая мысль – страшно просто. Страшно, почему со мной? Ну, знаете, всегда кажется, что это с кем-то может произойти. Но только не с тобой лично. А потом поняла, что надо бороться. И примеров же много, когда люди побеждают рак. И среди наших артистов, например, когда я думаю, почему я не хуже других? Я не лучше других, поскольку меня посетила такая болезнь. Я не хуже других, я смогу. Чтобы делать такие операции, нужно иметь огромный опыт и талант хирурга. Не у всех врачей есть реальная возможность научиться. В Самарском онкоцентре организовали мастер-класс живой хирургии. Сложнейшая операция проходит в операционном блоке. Со скальпелем в руках врач из Москвы Дмитрий Сидоров и заместитель главврача по лечебной части Самарского онкологического диспансера Михаил Воздвиженский. В прямом эфире за ходом операции следят студенты, самарские доктора и врачи из других городов, которые приехали на конференцию обмениваться опытом. Хирургия – это, в первую очередь, мастерство. А во-вторых, я всегда считаю, что хирургия и вообще медицина – это, наверное, не наука, а больше искусство. А искусства постигать, читая книжки, наверное, не очень достаточно. И поэтому, когда вживую видно, как оперируют хирурги, достаточно известные и опытные, это очень важно для молодых хирургов и вообще для специалистов, кто хочет заниматься этой проблемой. Научно-практическая конференция рассчитана только на один день. В программе, кроме живой операции, доклады специалистов о других более современных методах лечения, которые помогут спасти миллионы жизней. Диагностика светом и сверхчувствительный лазерный микроскоп. Молодые российские физики удивляют нестандартным подходом к науке. Перспективные инновационные проекты представили на конкурсе конференции в Самаре. Что такое спиральные пучки света и как фотоны могут помочь медикам, узнала Марина Кравцова. Увидеть, что происходит в мире атомов и наночастиц, теперь можно своими глазами. Установка, разработанная молодыми самарскими учеными, сверхчувствительный микроскоп. В основе технологии лазерный луч и спиральные световые пучки. За счет их воздействия объект удается разглядеть во всех ракурсах. Картинка поворачивается, когда приближается или отдаляется объектив. Такой микроскоп пригодится и для развития нанотехнологий, и в медицине. Это исследование наноструктур, каких-то дефектов. То есть мы подсветили, посмотрели, ага, тут у нас трещинка. Это возможность работы с биообъектами. То есть мы проходим в материю все глубже. Мы можем открыть это для биологии, для медицины, узнать, как работает человеческий мозг. Свои разработки в области физики, оптики и лазерных технологий представили более 70 ученых из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Красноярска на 13-й молодежной конференции. Среди проектов есть исключительно научные и практические. Фотоника, лазерная физика, квантовая электроника – это одна из самых востребованных отраслей, потому что свет он повсюду. 90% информации человек получает из света. А сейчас, конечно, и лазерные, и плазменные технологии, они вот на службе промышленности, медицины. Исследования мирового уровня проводит магистр из Саратова. Вадим Генин занимается биофотоникой. Стремится к открытию, которая может стать прорывом в медицине. Я исследую просветление биотканей. Конкретно я занимаюсь кожей. Чтобы человека не резать, если нужна какая-то операция, нужно заглянуть под кожу ему, какая-то может быть опухоль подкожная. Вместо того, чтобы резать, можно просветлить кожу, посмотреть, что там. Пока эксперименты идут только в лабораторных условиях. Три дня молодые ученые будут делиться своими открытиями и разработками. Лучшие проекты опубликуют в ведущих научных журналах. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. Все социальные расходы в Самарской области будут профинансированы в полном объеме. Депутаты Самарской губернской думы сегодня утвердили проект бюджета в первом чтении. О параметрах документа и какими будут основные траты, расскажет корреспондент Событий. 29 за, 10 против. Депутаты утверждают проект главного финансового документа губерний на следующий год в первом чтении. Сокращение по всем параметрам. Доходная часть бюджета составит около 118 миллиардов рублей. Расходы почти 124 миллиарда. Дефицит 5,5 миллиардов рублей. Бюджет остается социально ориентированным. Наибольшая часть денег будет направлена на образование и сферу социальной политики. Больше других пострадали от сокращения расходов культура и спорт. Но это не скажется никоим образом на ухудшение, на качество тех задач, которые будут решать эти отрасли. Со всеми социальными обязательствами мы справимся. Торжественная часть пленарного заседания. Депутаты награждают главу города Олега Фурсова почетным знаком думы за заслуги в законотворчестве. Олег Фурсов отмечает, что это награда не только ему, но и всем коллегам, с которыми он работал за свою карьеру. Примите мои славы и искренние благодарности. И надеюсь, что нам еще предстоит совместно очень много работы на благо процветания Самары. Служу Самарской области, служу Самаре. На следующем заседании народные избранники планируют принять областной бюджет во втором чтении. До этого предстоит работа по детальному распределению денег по статьям в условиях непростой экономической ситуации. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Дмитрий Мешканцов. События. О социальных расходах речь шла и на заседании областного кабинета министров. С 1 января в регионе увеличится социальная выплата на третьего и последующего ребенка. Теперь семья, чей средний душевой доход составит меньше 27 тысяч рублей, может рассчитывать на дополнительные 9 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка младше трех лет. Недобросовестных подрядчиков не подпустят к домам. В капитальном ремонте жилых домов один из главных приоритетов – качество. Как его улучшить? Вопрос, поставленный Общероссийским народным фронтом, который проверил около половины отремонтированных домов в Самаре. Нареканий немного. Менее 4% зданий требуют доработки. Причины – недостаточно качественная работа подрядных организаций. Еще один вопрос – доступность информации о ремонте для жителей. Устранять эти недочеты будут совместно общественники, региональный оператор, областные и муниципальные власти. В первую очередь составит список недобросовестных компаний. Мы сейчас над этим вопросом трудимся. У нас есть предложение, уже проект о создании реестр недобросовестных подрядчиков. Все замечания, которые имеются, будут устранены. Подрядчики с объектов будут уже убраны. Будут выполняться работы подрядными организациями, которые себя зарекомендовали в этом плане положительно. Открытыми и доступными для горожан должны стать все перечни работ, которые выполняют в доме, а также сметы. Удобнее сделают и оплаты взносов на капремонт. В скором времени перестанут присылать отдельные платежки. Строку за капитальный ремонт включат в общую квитанцию за коммунальные услуги. Единое окно для коммунальных вопросов в Самаре. Открылся Центр обслуживания потребителей тепла. Как рассчитывается стоимость услуг и каким образом можно оплатить счета, жителям объяснят специалисты. За работой офиса наблюдала Алина Чемерес. Как разобраться в новой квитанции за тепло? С этим вопросом Надежда Маркова пришла в офис обслуживания на улице Маяковского, 15. Девочки очень профессионально работают, объяснили все понятно, дали документы, которые мне помогут, скажем так, моей оплате. Причем никакой очереди. Пришла, сразу меня приняли. Офис работает по системе единого окна. Здесь по всем вопросам консультируют тех, у кого прямой договор с поставщиком тепла. Таких в Самаре почти 40 тысяч. Специалисты объясняют, как начисляются платежи, есть ли социальные льготы, как сделать реструктуризацию долга. Здесь на первом месте комфорт клиентов. Открыли офис в Центре, где удобные транспортные развязки. В вторник-четверг этот офис работает до 19 часов, чтобы потребители могли подходить после окончания рабочего дня. В перспективе компания «Энергосбыт плюс» планирует расширить сеть офисов обслуживания. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Сайты, содержащие информацию о наркотиках и экстремизме, будут блокироваться в досудебном порядке. Роскомнадзор могут наделить такими полномочиями. Причем перекрывать доступ к таким интернет-ресурсам возможно для пользователей не только в России, но и в национальных доменах. Сейчас блокируются сайты с призывами к суициду, с детской порнографией, а также азартные игры. В общую графу запретов может добавиться и информация с предложениями интимного характера. Хотелось бы, чтобы эти сайты в интернете отслеживали в первую очередь правоохранительные органы и били не по сайтам, потому что тут страницу закрыли, а ее открыли в другом месте, а били по организаторам бизнеса этого. Следователи выясняют обстоятельства гибели бывшего начальника госавтоинспекции Новокуйбышевска. Юрий Крамаренко был обнаружен застреленным в собственной квартире. Следователи не исключают версию самоубийства. Крамаренко возглавлял отдел с 2005 по 2008 годы. В последнее время занимался бизнесом. На месте происшествия было обнаружено охотничье ружье, принадлежавшее погибшему. Были опрошены родственники, которые указывают, что оснований для совершения суицида, во всяком случае, мужчина не высказывал. Какие-либо предсмертные записки, предсмертные надписи он не оставил. По данному факту началась следственная проверка следственным отделом по городу Новокуйбышевск. Пока весь мир следит за новыми приключениями вымышленного шпиона Джеймса Бонда, жизнь настоящих разведчиков чаще всего остается в тени. В истории Самары есть страницы, которые долгие годы оставались под грифом «совершенно секретно». Мало кто знает, что в первые годы войны в Куйбышеве велись настоящие шпионские войны. В них принимал участие и легендарный разведчик Вильям Фишер, он же Рудольф Абель, он же Марк, он же Эмиль Гольфус. Секретные материалы изучала Лариса Шалафаст. Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. На этих кадрах из предисловия к фильму «Мертвый сезон» мастер нелегальной разведки Вильям Генрихович Фишер. Но весь мир узнал и запомнил его под именем Рудольф Абель. Загадочный турист с множеством имен и пачкой паспортов в кармане. Страстный радиолюбитель, интеллигент и эрудит. Информация о нем долгие годы хранилась под грифом «секретно». В 1947 году Фишера в качестве нелегального агента отправляют работать в США. Одной из основных его задач был сбор информации об атомном оружии. Мало кто знает, что за несколько лет до этих событий Фишер жил и работал в Куйбышеве. В Куйбышев семья Фишера переехала в 41-м, когда в Москве шла массовая эвакуация. Поселились здесь, в доме номер 8 на улице Молодогвардейская. Тогда она называлась «Кооперативная». В запасной столице разведчик пробудет меньше года, но за это время успешно выполнит несколько заданий. Историю пребывания Абеля Фишера в Куйбышеве изучил полковник в отставке, хранитель музея истории ФСБ Сергей Георгиевич Хумарьян. Разведчику Абелю в музее посвящен отдельный стенд. Здесь представлены и другие редкие экспонаты – оружие, документы. Вот такими передатчиками пользовались шпионы в 40-е годы. Тогда, чтобы дезинформировать врага, применялись так называемые радиоигры, в том числе при участии Абеля. Одна из самых знаменитых операций «Березино» проведена им уже в Белоруссии. «Березино» имела стратегическое значение, проводилась в Белоруссии, где имитировалось, что в белорусских крестах застряла большая группа немецких солдат и офицеров, что надо их спасать. И немцы кинулись их спасать, посылали туда свою агентуру, посылали продовольствие, помощь, а мы их благополучно, так сказать, ловили. Имя советского разведчика Рудольфа Абеля весь мир узнал в 1957-м, когда в США его арестовало ФБР. Приговор – 30 лет заключения. Но в 1962-м Фишер возвращается на родину. Его обменяли на американского летчика-шпиона. Несмотря на арест, в историю Абель вошел как гений нелегальной разведки. В память о нем в Самаре планируют установить мемориальную табличку. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других событиях дня. На двухлетнего мальчика в Самаре в доме на Мариса Тореза упала пианино. Врачи скорой оказали малышу необходимую помощь и увезли его в стационар. У ребенка подозревают черепно-мозговую травму, а также травму живота и позвоночника. В Самаре на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской меняется режим работы светофора с 12 ноября. Зеленый по улице Коммунистической разделен на две фазы. Транспорту, который движется со стороны губернского рынка, включается запрещающий сигнал, в то время как автомобили, которые едут с улицы Клинической, продолжают гореть зеленый. Самарские экологи объявили 15 ноября днем чистых штолен. Участники похода очистят входную территорию штолен, прилегающую подземную зону и основные пути. Присоединиться к акции приглашают всех желающих. С собой рекомендуют захватить фонарики и удобную обувь, мешки для мусора и перчатки. На сегодняшний день в Египте находится около 3,5 тысяч самарских туристов. После того, как было объявлено о запрете авиасообщения с этой страной, домой вернулись более тысячи отдыхающих. В ближайшие 10 дней запланировано еще 15 рейсов из Египта, которые и вернут оставшихся туристов. Сегодня Синичкин день. По традиции дети вместе с родителями 12 ноября начинали готовить кормушки для этих птичек. Угощать их полагалось хлебом и салом. Загадывали, если прилетит стайка синиц, значит скоро будут холода. Вот и сегодня наши синоптики обещают небольшое похолодание. Искусство подземелья. Необычная передвижная выставка начала работать в Самарском метрополитене. Пассажиры теперь могут рассмотреть старинные дома исторического центра города. За подробностями под землю спустилась Мариана Мирная. Украшения в виде S-образных знаков имеют глубокие исторические корни и встречаются в славянской культуре. Чаще всего они обозначали змей. Такую интересную информацию о доме на Вилоновской 69 могут узнать даже те, кто никогда там не бывал. И всю жизнь живут на станции метро Юнградов. Завитки, круги и ромбы. Два века назад Самара была действительно резная. В небольшом тогда городке каждый второй дом был предметом искусства. Сейчас старинных зданий совсем мало. Большинство из них – памятники архитектуры. Познакомиться с ними можно теперь и в метро. Пассажиры оценили культурно-образовательные поездки. Я узнала эти дома, потому что мимо проходила и обращала на них внимание. И мне понравилось вот это. Я сейчас вот смотрю вот тут, рассматриваю украшения пяти образных знаков. Мне очень понравилось. Я думаю, что серые бутики как раз разбавят вот это. Мне очень нравится то, что это. Вот что-то неординарное, почаще поменяли вообще. Достаточно интересно, потому что смотришь, оккультуриваешься. В музее и на выставке ходит не каждый, поэтому вагон метро – отличный способ нести культуру в массы, уверены работники метрополитена. Мы всегда за, за все красиво и прекрасно, чтобы нас, пассажиры, проводили время не только безопасно и комфортно, добираясь с пункта А в пункт В, но еще и любуясь на что-то прекрасное. В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде пошли дальше. Там в вагонах метро проходят концерты живой музыки. Возможно, скоро подземные перформансы увидят и самарцы. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. А теперь время новостей спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Синхронное плавание первенства по Волжье прошло в Самаре. Ирина Заблудина на открытом турнире Африки под дзюдо выиграла серебряную медаль. Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина в составе сборной России выступила на открытом чемпионате Африки на пути к серебряной медали в Порт-Луи Республика Маврики. Она одолела Сару Сильву с Мавританских островов и испанку Концепсион Беларин. В ходе борьбы самарчанка получила травму и поэтому финал не состоялся. В итоге второе место. Золотая медаль Африки у Эмилия Марон из Швейцарии. Первенство по Волжье по синхронному плаванию прошло в Самаре. На воду вышли девушки от 8 до 18 лет. Четыре категории. Восемь сборных команд. Нижний Новгород, Нижнекамск, Оренбург, Казань, Набережные Челны, Пермь и Самара. Задача местных девушек – заслужить кандидатский минимум. В прошлом году девушки набрали по 8,6 балла. Этого чуть-чуть не хватило до достижения желаемого результата. В этом году лидеры показали, на что способны. Ксюша Гаврилова, она у нас соло будет выступать. В дуэте мы сейчас заняли вместе с Настей Маниной третье место. Также они сейчас борются за группу, за первое место, могу сказать. А зенеров у нас Яна Чуркина на второе место по обязательности заняла и второе место по дуэту. Хромает у самарской сборной только обязательная программа, зато им нет равных в соло и групповых выступлениях. Сейчас вообще бум сухонного плавания после чемпионата мира. У нас вот в этом году пришло около ста девочек заниматься в эти наши две команды в ССК ВВС и в детскую спортивную школу. Мы сейчас растим своих новых звездочек, которых сейчас очень много. И скамейка запасных у нас очень большая. И поэтому, если вдруг кто-то из девочек по какой-то причине, это бывает и какое-то вдруг возникшее заболевание уходит, у нас есть кем ее заменить из резерва. Лучшие синхронистки зимой поедут на первенство страны, а летом на всероссийскую спартакиаду школьников. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин